Так, идем дальше. Следующее, что я обычно ставлю, это архиватор, потому что много файлов находится в архивах, постоянно приходится их распаковывать, запаковывать, поэтому без архиватора никак. Я использую архиватор WinRAR. Заходим на их официальный сайт windefisrar.ru и скачиваем последнюю доступную версию для вашей операционной системы. У меня система 64-битная, поэтому я выбираю последнюю версию для этой системы. Так, все, вот у меня он скачался, я его запускаю и устанавливаю. Так, здесь, в принципе, в контекстном меню можно некоторые пункты убрать. Допустим, я вот некоторыми пунктами никогда не пользуюсь, поэтому, чтобы они не забивали контекстное меню, я их отсюда убираю. Так, окей. Все, программа установилась, и теперь я могу и запаковывать файлы в архив, и распаковывать. Вот, например, тут... А, нет, это все ярлыки. Ну, допустим, на рабочий стол выйду. Даже нет, не на рабочий, вот на диск C выйду и попробую здесь... Так, вот любую папку теперь я могу через правую кнопку мыши добавить в архив. И точно так же, если бы у меня был архив, я мог бы его распаковать через правую кнопку мыши, выбрав распаковать. Если вам английский язык не подходит, вы можете здесь выбрать любой другой, который у них есть. Тут и эстонский, и русский, и все остальные языки тоже есть. Так, на этом здесь все. Жду вас в следующем видео. Жду вас в следующем видео.